всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала ухаживая за нашими виноградными растениями мы добиваемся основной цели получение максимального и качественного урожая как известно качественный урожай не последнюю степени зависит от фотосинтеза который происходит в виноградных листьях так какие же факторы влияют на данный процесс в первую очередь это свет второе это наличие углекислого газа и внешние температуры также фотосинтез невозможен без наличия влаги как известно 98 процентов влаги виноградное растение расходует для испарения через виноградные листья это называется процесс транспирации за счет чего наши виноградные корни впитывая неорганические минеральные вещества доставляют его к виноградным листьям где при помощи фотосинтеза из неорганических минеральных веществ преобразуется в органический крахмал углеводы и ассимилианты в данном случае виноградное растение его доставлять к другим органам и расходует его на рост накопления и на наличие ягоды чем эффективный фотосинтез тем лучше и более качественный получается урожай нарастает больше зеленой массы и зеленые листья все больше фотосинтезирует так как же воспользуются всеми этими знаниями первую очередь на открытом грунте мы никак не можем повлиять на наличие и количество углекислого газа в атмосфере также на внешнюю температуру но в наших силах наиболее эффективно использовать солнечный свет то есть как можно лучше использовать все наши шпалеры чтобы более эффективно использовать свет влиять на фотосинтез в данном случае у меня что-то гибридное между двух плоскостной шпалеры видим то есть одна плоскость вторая плоскость и горизонтальная плоскость то есть я стараюсь использовать как можно более эффективно весь солнечный свет до данном случае видим у меня растут вертикально побеги когда доходит у нас до горизонтальной плоскости я оставляю пацанковый побег который расположен как можно ближе к горизонтальной плоскости и подвязываю на данную проволоку основной побег фиксируется на данной проволоке таким образом я использую всю плоскость также я добавил перпендикулярные провода переплетая их в шахматном порядке один сверху другой снизу таким образом получается все провода друг друга надежно держит и не получается нагрузки на определенные провода также я взял капельную ленту вывел наверх до плюсы данного метода в том что вода капая сверху вниз под воздействием воздушного потока ветров она не фиксируется и не падать на одну точку а расходуется более окружно то есть увлажняет большую плоскость как известно наши уже виноградные корни активно осваивать между ряде так как же можно зафиксировать наши побеги на виноградные шпалеры чтобы максимально эффективно использовать солнечный свет я раньше и как и многие другие использовал джутовые шпагаты нарезаны вот таким вот образом как же данный веревку использовать да к примеру то есть берем фиксируем там в одной руке 2 обматываем где-то три-четыре раза вот таким вот образом а для того чтобы надежно зафиксировать на проволоке завязывая вот таким вот образом то подводим побег и фиксируем наш побег вот таким вот образом происходит фиксация данного побега в плоскости плюс данного метода в том что где вы подвязали там ваш побег и держится да но минус в том что этот процесс занимает определенное время когда у вас большое количество побега данный метод не подойдет я приобрел как и многие другие подвязчик да за счет подвязчика десятки раз увеличивается скорость подвязки вот происходит следующим образом два щелчка да к примеру раз так вот два но данный метод плюс в том что вы быстро проходится весь этот процесс но минус в том что побег ненадежно фиксируется да то есть он болтается при небольшом дуновение вентра все собирается в одну кучу и побеги собираясь в одну кучу плохо проветриваются чем увеличивается риск заражения различными болезнями да и побеги друг друга притеняя ухудшает скорость фотосинтеза я приобрел такие вот клипсы для подвязки вот следующим образом выглядят да то есть с помощью данной клипсы фиксирую побеги нам примере я сейчас данного побега покажу видите да она вот так вот образом болтается подвязаны подвязчиком теперь воспользуемся данными клипсами раз зафиксировали да и фиксируем его с другой стороны все данном случае этот процесс происходит очень быстро и побег надежно зафиксирован то есть он не будет уходить не влево не вправо таким вот образом мы будем использовать солнечный свет наиболее эффективно распределяя наши побеги полностью да и используя максимальное количество солнечного света это все что я сегодня хотел рассказать всем пока до новых видео